Здесь не должны проводиться ремонтные работы, они должны дать нам тех условий. Помогите, пожалуйста, вызовите телевидение, вызовите кого-нибудь. Продолжение следует... Мы не просто осуществляем бизнес или какие-то деньги зарабатываем, но еще много делаем благотворительности. Здесь праздники для детей проходят, здесь проходят куча всяких мероприятий, которые никто в округе не проводит, понимаете? И просто вот каждый раз Росавтодор пытается вот здесь вот все это закрыть, перекрыть, потому что они хозяева дороги, понимаешь? Мы не дадим это сделать, как бы они ни хотели. Пусть нас здесь перекапывают тогда. У вас есть подписание от собственника дорог на проведение ремонта? Да, Романов. Есть такое подписание, оно у меня находится. Спрошите, я ознакомлюсь. Я о нем слышал. Давайте мы представимся сначала. Да, давайте. Давайте? Моя фамилия Романов, инспектор даже патрульной службы ОГДД в ГИСЕВСКОР Айвене. Меня зовут Шман Евгений Александрович, начальник отдела развития объектов дорожных сервисов и инфраструктуры Фокуссия, Запад, Лехтенов. Пожалуйста, приходите. Так, вы кто? Стахов Викторович, главный инженер компании ЭСКОР. Подречь. А вот эти... А я партенант Денис Журабович, представитель своей же фамилии. Документы ваши какие? Что, полицейские? Нет, вы только партенанты. Я сказал, я назвался. Кому надо, я подвержду. Лично я назвался, лично судостоверен. Мною опрашивался Денис Журабович Паттеназа в рамках возбужденного дела административного правонарушения безусловно по статье 11.21. Возведение в полосе отвода федеральной автодороги МТП подъезд к услуге некапитального строения кафе-ресторан «Шашлук-машлык». Опрашивался, истребовались документы для проведения. Пока в рамках административного производства идет еще расследование, решение не принято. С учетом полученных от Севзапа, Севзапа правонарушения документов, в 2014 году, я могу сейчас ошибиться, с собой нет, сентября, есть или 18-го, или 14-го, но какого-то сентября 2014 года, регистрационная палата, зарегистрировав право собственности на земельный участок федеральной автодороги. У представителей Аргуса, южно-предпринимателей Паттеназы, часть земельного участка находится в пользовании. Да, вот этот вариант, это первый. Это второй вариант, это второе предписание по части ликвидации. Можно я вот официально сейчас скажу абсолютно? Можно? Предложение, предложение для всех. Или мы сейчас, официально, с ваших письменных запросов, которые вы хотите, чтобы мы вам там что-то предоставили, вы должны нам сделать по законам Российской Федерации запрос. Я вам сделал запрос, никто не может взять письмо от СССР. Потому что вы приехали абсолютно неожиданно, без предупреждения кого-либо, что сегодня дайте договорю. Я вам хочу предложить, ваше дело отказаться. На этом я тоже закончу вообще с вами общение. Значит, или вы двигаетесь официально, вы присылаете запрос, мы вам на него отвечаем. И мы приходим к какому-то консенсусу. Нет, я с ним работаю. Оспариваем свидетельство в суде или еще что-то. Я с ним сейчас работаю. И тогда мы спокойно расходимся до решения суда там или чего-либо. Или вы сейчас двигаетесь по беспределу, махая всякими бумажками, и делаете с нами, что хотите. Давите, не давите, что хотите. Вот поэтому я вам предлагаю решить вопрос обоюдно, миролюбиво сейчас. Демократично. Тогда я, может быть, немножечко поверю, что вы немножечко вот не по-бандитски действуете. На протяжении с 10-го года, когда или там с 11-го, когда вы начали дорогу строить, сначала вы попили лес без разрешения, что я наблюдал. И на нашей территории в том числе. Но это не наша проблема. Это вы с лесниками разбирались. Потом вы построили по беспределу дорогу на арендуемой нами территории, не согласовав с нами. Теперь вы предлагаете по беспределу снести тот съезд, который вы же сказали. Ребята, этот съезд у вас будет. Когда вам нужно было подписать письмо. Почему-то вы только двинулись через прокурора Ленинградской области, который сказал, мы обещаем, только подпишите. И мы дали вам согласие на проведение работ. Вы нас обманули. Поэтому сейчас, сейчас, я не знаю в каких вы теплых отношениях с прокурором природоохранным, я не знаю. Мне только догадываться остается. Это уже вам виднее, в каких вы отношениях. Поэтому сейчас я предлагаю вам обоюдно, миролюбиво решить вопрос. После всяких перепитий я вношу вам предложение. Я бы с удовольствием принял бы это приглашение, если бы вы имели право об этом хотя бы сказать. Но на сегодняшний день вы не можете быть официальным представителем, ни Аргуса, ни официального арендатора. Если бы вы предупредили, поверьте мне, здесь бы был официальный представитель, и я бы имел право. Будьте любезны, уйдите, пожалуйста, транспортные средства. Смотрите, по-моему. Будьте любезны, выйдите из транспортных средств. Я вам еще раз разъясняю. Здесь сейчас будут проводиться ремонтные работы. Транспортные средства будут принадлежать эвакуации. Хорошо, если не выйдут, вы меня силой выпишите. Вы не выполняете законных требований. Будет применена тогда физическая система. Мы не можем вас оставить в опасности по приведению строительных, ремонтных, дорожных работ. Будьте любезны, покиньте транспортные средства. Здесь имеется схема производства работ. На данном участке стоят ограничивающие знаки. Остановка за стоянок запчена. 3.27 предусмотрено право на дорожное движение. Ваше транспортное средство здесь создает помеху движению. Будьте любезны, вы можете открыть окно? Я не слышу вас. Машину вы можете открыть? Вас заблокировали? Вы находитесь в опасности? А? Вы не находитесь в опасности? Разъясняю, здесь будут проводиться ремонтные дорожные работы. Будьте любезны, покиньте транспортные средства. Наверное, будут применены специальные средства. Наверное, да. Вы меня слышите, да? То есть вы самостоятельно не можете покинуть? Опять врача? Все прекрасно. С вами я вам предлагаю покинуть транспортные средства. Вы находитесь в опасности. Вы его подвергаете опасности своими знаками вот этими. Понимаете? Он встал здесь и ждет водителя. Своими знаками вот этими. Это вы его уже в эту ситуацию ставите. Уберите свои знаки. Никакой опасности не будет. Я знаки здесь предоставлял. Опасность только из-за того, что вы можете его поранить своими вот этими движениями. Вы водитель. Вы находитесь на месте водителя. Будьте любезны, предъявите, пожалуйста, водительское удостоверение. Да и сидите во регистрации на транспортное средство. Я не слышу вас. Вы находитесь на месте водителя. Я вижу, что вы водитель. У него права в ВВ. У него грузовой справа даже нет. У него даже грузовой потериор нет. Покиньте, пожалуйста, транспортное средство. Здесь будут проводиться ремонт. Это не ваш дом. Покиньте, пожалуйста, транспортное средство. За невыполнение законных требований вы можете привлечены к административной ответственности. Компания ЭСКО решает ли производство работы транспортных средств? Да. Прямо в зоне производства. Принимайте тогда решение, если он не решает вам для перемещения. Лицо находится в буквальном состоянии. Не желает закидать вам в институт. Сейчас проходит неправомерное действие. Я говорю, что в машине человек. В машине человек. Я знаю, что нельзя. Вы можете обжаловать действия с собой. Так вы не делайте, чтобы не обжаловать. Вы можете защищать. Вот, пожалуйста, смотрите. Вот беспредел начинается. Он оказался. Милиция выступает против трассы. Смотрите. Смотрите все. Вот так мой туристический бизнес поддерживает. Пилиция у нас. Закрытьте все. Перекопать. Вот, пожалуйста, коррупция. Чисто коррупционный фонд. Надо бандитов убрать с дороги. Бандитов с дороги надо убрать. Писали документы за спецтранспорт. Пусть выходит. Пусть выходит. А человеку можно? Пожалуйста, пусть выйдет. Так вы человеку. Давайте поможем выйти. Если вы плохо, мы будем. Пусть выходит. Пусть выходит. Сотрудник полиции в отношении вас будет переменяться здесь. Да кого вы защищаете-то, а? Кого? Так, минуточку. Ты меня не мешай. Я вам не тыкну. Представитель, я не строгаю. Кого вы привыкли? Покиньте транспортное средство. Не поможем. Вы не рады защищать. Женщин никто не применяет. Покиньте, пожалуйста, транспортное средство. Женщин никто не применяет. Помогите, пожалуйста, транспортное средство. Не толпайте меня! Вы что, против бандитов воюете, что ли? Переведите в мирное русло, мы же не уйдем! Вам придется, мы сейчас здесь вяжем и будете уносить отсюда. Вот сюда будет спуститься, иначе вам будет применена физическая сила. Что такое? Еще раз повторяю, назад отмышь! Спокойно, спокойно, спокойно! Я обвиняю вас в том, что вы способствуете преступлению. Какому конкретно? И обвинять вас будет прокурор и суд, а не я. Какому конкретно вы совету преступлению? Вы помогаете преступникам делать их дела приступлениях. Сотрудники полиции обеспечивают общественный порядок. Дайте решение применить к нам в егидическую силу уже в погонах ГИБДД. Сотрудника полиции. Сотрудника полиции. Выполнение законных требований. Незаконных требований. Я вам еще раз объясняю, вы нарушаете общественный порядок. Вы мешаете проведению ремонтных работ на данном участке. Они незаконные, эти ремонтные работ. Обжалуйте эти действия в установленном порядке. Мы решаем с другой организацией. Встаньте, и чтобы мы соблюдали порядок в общении между собой. Дайте нам с ними решить. Соблюдайте порядок. Как вы, отойдите тогда. Здесь не должны проводиться ремонтные работы. Они должны дать нам тех условий. Нет предписаний. Покажите это предписание. А у меня нет гражданских правоотношений. Мы будем крещать с ума. Вы стоили, и мы закон не нарушили. А мы, значит, которые платим за то место, на котором они построили, на протяжении четырех лет. Нарушаем закон. Нормально порушаем. Нас протестуют. Против ваших неправильных действий. Протестуйте. Вы поддерживаете тех, кто незаконно пытается действовать. Сейчас вы выполняете требования. Ваши действия являются незаконными. Это ваше. Сейчас не пропините вклад, вам будет премиологическая сила. Вы будете доставлены в отделную принюх делку статьи 19. Непременно незаконному движению по другому полиции. Проститутками здесь торгуют. Понимаете, какую сложность? Наркотиками. А ты хочешь купить? Проститутку? Аккуратнее, давайте, ребят. Не препятствуйте. Отойдите, не препятствуйте законным действиям. Отойдите, пожалуйста, не препятствуйте. Отойдите, я еще раз раду. Разгон медленный диван в красный. Позвольте, пожалуйста. Мне выламывают руки. Мне выламывают руки. Мне руки выламывают. Мне выламывают руки. Пожалуйста, пройдем. А-ай! Ой! Мне больно, мне больно! Помогите! Помогите, мне больно! А-ай! Помогите! Помогите! Кsanοι! Помогите! Я не пойду никуда! На меня напали! Что вы делаете? Помогите мне, пожалуйста! Не трогайте меня! Вы меня бандитам дадите! Да вы даже не представились этой женщине! Что вы такие? Вы что такие? Отпустите меня! Отпустите меня! Вы не хотите вообще представиться? Что вы делаете? Меня куда-то тащат! Отпустите меня и все! Вы даже не представились! Вы даже не представились! Я еще раз вам повторяю! Пожалуйста! Просто у меня мужик! Я поеду никуда! Да она уйдет сейчас! Отпустите меня ребенок! Почему она здесь тогда не с ребенком? Отпустите, потому что садик ребенок! Да все уже вон эвакуируют! Отпустите ее! Вы даже не представились! Подождите! Вы меня на органы подойдите! Вы меня слышите? Отпустите от меня! Вы меня слышите? Вы меня слышите? Они получили свои деньги! Вы это слышали? Вы слышали? Они признались! Они признались! Они свои деньги получили! Отпустите меня! Отпустите меня! Отпустите меня! Помогите! Мы предлагаем пройти в машину! Мы предлагаем добровольно! Я в машину я точно не пойду с вами! Вы меня увезете и убьете! Отпустите меня! Помогите мне! Помогите мне! Блин! Блин! Вообще просто! Помогите! 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 Записал! На камере есть! Есть, да! Вот это вот! Я боюсь! Она стоит в заторможенном состоянии Как эвакуатор Ее тянет на тросу Не накачав воздух Или не подцепил Она стоит в заторможенном состоянии Как эвакуатор Ее тянет на тросу Не накачав воздух Или не подцепил Это же незаконное предлагание. Как это может быть проезжей частью? На проезжей части стоит автомобиль. Здесь проводится ремонтная работа. Вы сами ответили на свой вопрос. Вы создаете помехи. Отойдите, пожалуйста. Здесь проводится ремонтная работа. В пределах больше нет. Ага. Нет. Последняя. Она нежна. Нет. Не стоит. Шесть, да? Шесть, шесть. Собирайте машинку. Переместим. Да давай, перемещаем. Я представитель данной организации. Нахожусь на этой территории, в которой я плачу аренду. Нахожусь на безопасном состоянии. Всем быстрого ремонтная работа. Отойдите, пожалуйста. Отойдите. Отойдите. Увы. Берите руки. А то что происходит? Почему у меня sore пожалуйста. Допустите меня. Да все, ладно. Что это происходит вообще? Ааа. Ей, рекой. Остаби. В teste. В спросите. Остаби. Умите. Усы. Охренеть! «Гоните, что ли?» «Вообще, что ли?» «Эй!» «Вообще, что ли?» «Стой-стоой-стой!» «Стой, стой-стой!» «Дамите, пожалуйста!» «Чего, гоните, что ли?» «Чего творите-то?» «Давайте мы поднимем и все!» «Дешел к самому, где-то мы поднимем и все!» «Подойдите сами!» Пожалуйста, объясните! Мы её уведём! Объясни машину! Назад! 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 Не нужен врач! Назад! Там все гарки-городки. Пирикорки для контакта. Знайд! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...